Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Чтобы не повторяться и не говорить того, что уже слышали наши зрители, наши партнеры из предыдущих репортажей, я имею в виду с выставок «Инотранс-2016» и предыдущей транспортной выставки в Белоруссии, и хотелось бы, чтобы Вы рассказали, в чем особенность именно данного экологического форума и каким образом разработанные Вами технологии отвечают тем требованиям, которые предъявляются к участникам выставки. В первую очередь, видимо, нужно сказать об экологичности нашего проекта струнных технологий. Это новый вид транспорта, эстакадного типа, то есть он поднят на землю. Уже это определяет высокую экологичность вот этого направления. Почему? Существующие дороги, ну, отняли эти территории, закатанные в асфальт и похороненные под шпалами, примерно 5 территорий в Великобритании. Примерно в 10 раз больше земля, она деградирована, потому что выхлопы и продукты износа шин и асфальта загрязнили такие территории. Мы можем эту территорию вернуть землепользователям, образно говоря, распахать асфальт. Поэтому у нас даже есть экологически чистые технологии получения почв, плодородных почв, качества чернозема, эко-чернозем, для того, чтобы там, где сейчас асфальт не песок был, а почва, где будут расти сады. Почему это важно? Не только для сельхозработ, меньше территорий сейчас, да, потому что асфальт занял вот такие огромные площади, а еще и потому, что в этих территориях, занятых под асфальтом, не растут зеленые растения, а ведь именно они вырабатывают кислород, которым мы дышим. Поэтому атмосфера земли, биосфера недополучает в год десятки миллиардов тонн кислорода. Более того, не только недополучает, но и автомобили, ну, в первую очередь транспорт, выжигает, ну, в них сгорает где-то порядка двух-трех миллиардов тонн топлива в год, а на тонну топлива нужно более трех тонн кислорода, чтобы жечь. То есть больше десяти миллиардов тонн кислорода выжигается из атмосферы. Мы этот баланс можем восстановить. То есть это одна, как бы, составляющая экологичности нашего транспорта. Вторая, у нас высокая энергоэффективность. Если сравнить, допустим, с автомобилем, то на ту же транспортную работу нам потребуется, ну, где-то в десять раз меньше энергоресурсов. Неважно, это электрическая энергия или топливо, ведь электрическая энергия в основном получает тепловые электростанции. Там сжигает уголь, мазут, газ, ну, и даже ядерное топливо. Все равно это топливо сжигают, да, чтобы получить энергию. Так вот, нам нужно на ту же транспортную работу здесь разменьшить энергию. Особенно это значимо при высокоскоростном движении. Вот мы посчитали, что если у нас будет только один миллион высокоскоростных юнибусов, которые будут двигаться с скоростью 500 км в час, это не так уж много, сегодня на планете порядка миллиарда автомобилей легковых. Что такое миллион юнибусов высокоскоростных, да? Да. То это сэкономит за срок службы подвижного состава порядка 20 миллиардов тонн топлива стоимостью порядка 20 триллионов долларов. А это только миллион, а если будет 10 миллионов, а если будет 100 миллионов. Это не только экономия топлива, но и вот те экологические проблемы, о которых я говорил. Значит, в 10 раз будет меньше выхлоп, да, загрязнение атмосферы. В 10 раз меньше будет сожжено кислорода, так. Это вот, ну, вторая такая серьезная составляющая экологичности нашего транспорта. Потом третья, она тоже связана уже с землеотводом. Самые дешевые дороги, это сейчас дороги в земной насыпи. Автомобильный железь дороги строят в обычном земной насыпи, ну, а там, где горы, есть еще земляные выемки. Казалось бы, это безопасно, но это не так. Дело в том, что, особенно для скоростных дорог, грунт, он слабоват, обычный грунт. Поэтому для насыпи нужно взять грунт в карьере, причем хороший грунт, и в насыпи уплотнить на 10%. Таким образом, в предстоительстве дороги строится низконапорная плотина, которая перерезает истоки рек по движению поверхностных вод, грунтовых вод. И происходит, особенно на Косогорах, потому что нет горизонтальной поверхности, обычно есть уклоны какие-то, да. Так вот, со стороны горы, ну, возвышенности, идет заболачивание. И мы видим, когда едем вдоль дорог, что много сухого леса стоит. Это вот по этой причине. А с другой стороны, опустынивание, не хватает влаги. У нас насыпь исключена, у нас эстакада, поэтому вода как текла, так и будет течь. Что грунтово, что поверхностно. Животные как ходили по тропам, так и будут ходить. Сельхозработы как велись, так и будут вестись, и трактор может переехать с одной стороны дороги на другую. А как сейчас он переедет через скоростную железную дорогу. А как лось перейдет через нее, если там ограждение и указатель. В трех километрах переход, да, и он по этому указателю пойдет. То есть у нас этих проблем нет. Ну, это основные преимущества наши экологические. Там есть и более мелкие, но это главное. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович, за исчерпывающий ответ на вопрос. Мне даже не пришлось задавать остальных, ибо... Может, по мелочам какие-то зададите. Вы рассказали абсолютно все, что я хотел спросить, и даже про братьев наших, меньших. Вот это я отношу... Вы знаете, сколько гибнет? Да, кстати, я еще забыл одну важную составляющую. Защита жизни и здоровья людей. Я тоже связываю это с экологией. Значит, автомобили сегодня в мире в среднем убивают только автомобили. Полтора миллиона человек в год. Сюда надо отнести гибель людей не только на дороге самой, но многие с ранением попадают в больницу и умирают там. Их не связывают с аварией. А на самом деле авария была виновата в этом, да? То есть раз в 10 больше людей становится еще инвалидами. Да, и порядка 10-15 миллионов человек в год становятся инвалидами и коллегами. А теперь умножьте это на 100 лет. Значит, 150 миллионов человек в год за 100 лет убито, и полтора миллиарда станет инвалидами и коллегами. Почему? Потому что существующий автомобиль дороги, ну, железная дорога расположена на первом уровне, на поверхности земли, где находится собственная жизнь, где мы живем, движемся, да? Ходим, животные там же живут, растительность тут же, да? И вот перенос движения на второй уровень, на поверхность земли, снижает аварийность в тысячу раз. Мы это видим на примере авиации. В виде авиации перевозят, ну, много пассажиров, почти столько же, сколько и автомобилей. Причем на большие расстояния перевозят, да? Так вот, на автомобиле, если гибнет полтора миллиона человек в год, то в авиационных катастрофах гибнет порядка, там, 600-700-800 человек в год. Это в две тысячи раз меньше. Только почему? Основная причина, что мы подняли над землей, да? Так мы идем над землей, но у нас не будет тех причин аварийности, которые есть в авиации сегодня. Ну, допустим, шасси не вышло, он не может сесть, да? А у нас нет шасси. Допустим, двигатель заглох, самолет падает и разбивается, гибнут люди. А у нас, ну, даже если у нас все четыре мотор-колеса будут из строя, что, ну, вообще-то исключено, что четыре одновременно, так? То он просто прокатится, остановится, и в следующей зоне модуль пристыкуется, и повезет его дальше до станции и выведет его на ремонт в депо. Поэтому у нас нет тех причин аварийности, которые есть в авиации, значит, у нас будет еще ниже аварийность. Представляете, сколько мы жизни можем спасти, и сколько людей не потерять здоровья. И это, наверное, самое главное, экологическая составляющая нашего проекта. Спасибо большое. Я хотел бы еще заметить, что очень часто нам задают вопросы, а поскольку ваши транспортные средства будут без водителей, не создаст ли это безработицу? Насколько я понимаю, именно экологическая составляющая проекта Skyway, то есть именно возврат территорий, которые похоронены под существующими дорогами, создание того же ГУМУСа, почв, наоборот, будет способствовать развитию занятости в тех регионах, где будет это производиться. Правильно ли я понимаю? Это правильно, но мне кажется, это глупый вопрос, который часто задают. Работу можно найти, надо дать всем лопаты, пусть половина людей закопает ямы, а вторая закапывает, все будут заняты делом. Поэтому производство рано или поздно будет роботизировано. Я думаю, что люди в основном будут работать в сфере обслуживания и в сфере творчества, наук, искусства. Понимаете, по-моему, лучше рисовать картину, чем капать ямы, или писать стихи, чем капать ямы. Поэтому и здесь, я думаю, интереснее обслуживать, допустим, в наших станциях, вокзалах людей, чем везти транспортное средство. Ведь водитель, автомобиль находится все время в состоянии стресса. Он больной, когда едет. Даже если отлечется на несколько секунд, он попадет в аварию. Он это знает даже на подсознательном уровне. И он, как робот, понимаете, подчинен вот этому движению и безопасности. Зачем? В любом случае, он читает книгу, работает на компьютере, да, или просто отдыхает, спит, чем везти транспортное средство. Поэтому, я думаю, в будущем все-таки основная работа будет в сфере обслуживания. Спасибо большое. И теперь, мне кажется, мы подошли к самому главному, что должно спасти экологию Земли. Не то, что это использование роботов, а именно вынесение индустрии в космос. Если можно, немножко расскажите о своем общепланетном транспортном средстве. Общепланетное транспортное средство. Так, да, тут это решение я нашел давно, это, собственно, Skyway стартовал оттуда, вот почковался. Я еще ребенком задумался о будущем, не знаю почему. И меня волновало, вот, как раньше же люди жили, почему вот мы стали технократической цивилизацией, индустриальной цивилизацией, да. И понял, что этот путь развития цивилизации избрали не мы, а наши далекие предки. Недертальцы, там, пятикантропы, те, которые жили в пещерах, и они зажгли первые костры. И освоили первые технологии. Жаркое мясо на углях, там, приготовление пищи, выделка шкур. И они это делали в своем доме, в пещере, и в 20 лет умирали от рака легких. Там был смок. Но они спасли себя, поняв это, и вынесли технологии за пределы дома, пещеры. И раньше в пещере горел один костер, а сейчас на планете, ну, если только взять двигатель внутреннего сгорания, то только в миллиард автомобилей горят костры с более высокой температурой, с большим смогом, да, выхлопом, чем вот в пещере. И каждой мощностью, ну, порядка стал аж один их сил, каждый из них. А самолеты, миллионы двигателей, которые выжигают озоновый слой. А ракеты, один старт которой делает дыру в озоновом слое размером с Францией. А электростанции, которые коптят небо или там заливают водой тысячи квадратных километров, где все там погибает, вся почва, да, леса и так далее. И о шахте, карьеры, да, котельные. То есть можно продолжать этот список. И я понял это давно, что будет то же самое, что с нашими далекими-далекими предками. Мы вымрем. И по моим подсчетам, это произойдет через 2-3 поколения, будет точка невозврата для цивилизации. И есть четкий анализ, почему это произойдет, да. И я стал искать, как бы, решение, путь, как это сделать, понимая, что путь только один. Как и у наших предков, разделить дом и технологии, вынести технологии за пределы своего дома. Поскольку нашим домом сейчас стало без сферы планеты, где нет перегородок, это одна огромная комната. И если взять, допустим, США, самое могучее государство, то на территории США сжигается больше кислорода, чем они вырабатывают растения, растущие на территории этой страны. То есть они живут в долг, берут кислороду, который вырабатывается в тайгой там сибирской, или джунглями Амазонки, понимаете. А тебе представят, что все так будут, как они, в такой уровень развития, да. И вот эти процессы, они идут необратимы. И единственный выход, надо вынести индустрии, технологии за пределы дома, за пределы биосферы. Есть только один выход, ближний космос. Он недалеко, там всего лишь 300 километров. И уже начинается ближний космос. И поэтому я вот разработал систему транспортную, потому что если вынести индустрию, которая будет нас обслуживать, то должны быть большие пассажиры грузопотоки. Это миллионы тонн в год, даже десятки миллионов тонн, сотни миллионов тонн, десятки, сотни миллионов пассажиров в год. Ракета с этим не справится. Я нашел решение, вот, общепланетно-транспортное средство, которое очень корректное с точки зрения физики, не противоречит ни одному закону физики. И, как ни странно, это звучит, там реализован принцип оборонного хаузера, который сам себя вытянул за косичку, когда из болота. Так мы можем таким образом вытянуть цивилизацию из болота, индустриального болота. И индустрия, технологии будут там, там лучше для них место, там невесомость, там вакуум, там это лучше для технологий. Можно уникальные материалы там получать и так далее. Уникально там технику. Не в лабораторном масштабе, а там сейчас, а в промышленной. Да, ну, вакуум, кстати, глубокий вакуум на Земле получить стоит примерно столько, сколько добыть тонну нефти. А там он, этот вакуум бесконечен, во все стороны вакуум. Так, причем очень глубокий вакуум. Там невесомость, которой нет на планете, здесь гравитация. Невесомость дает новые возможности технологические, да. Там бесконечные ресурсы, минеральные ресурсы и пространственные ресурсы, так. Энергетические ресурсы, даже вот та же Россия, там, ну, до этого СССР, там, со своим Токамаком носится уже 50 лет его разрабатывать, даже больше, потратили десятки миллиардов долларов. Еще хотят потратить, чтобы скопировать, как бы, технологии, которые реализованы в другом термоядном реакторе под названием Солнце. Причем этот реактор термоядный работает уже около 5 миллиардов лет и будет без аварии, и будет работать без аварии еще миллиардов пять. С квадратного метра в космосе можно взять где-то полтора киловатта мощности солнечной, ну, солнечной энергии. И, пожалуйста, там же запитать промышленность, производство, индустрию там же. А мы будем жить на планете, в районе, можно сказать, да, где будут сады, луга, чистый воздух, да. А будем пользоваться только продукцией, которая изготовлена там. А сельхозпродукция, естественно, должна произвести на планете, в биосфере, потому что это часть биосферы, и не надо где-то там в космосе получать, и не надо сады на Марсе, это полная глупость и утопия, садить сады на Марсе. Каждое яблоко будет по миллиарду долларов, причем оно не вырастет, потому что там температура ниже 100 градусов, мороза, и там нет вообще атмосферы, и кислорода тем более. Поэтому надо жить на земле и обустраивать землю. И мы, у нас есть такая программа. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdefisystems.com Поддерживайте наш проект, и тогда сказка станет былью. Строй Skyway! Спасай планету! Продолжение следует...